Дистанционное зондирование Ученые-инженеры разработали оптические и радиолокационные методы дистанционного зондирования атмосферы и ионосферы, как с земной поверхности, так и из космоса со спутников. Эти измерения являются ключевым элементом для изучения таких явлений, как эрозия озонового слоя — щита, который защищает нас от ультрафиолетового излучения. Исследования в области дистанционного зондирования распространяются на все уровни атмосферы Земли. Эти атмосферные слои охватывают диапазон высот, простирающийся от уровня чуть выше поверхности Земли до примерно 70 километров. Дальше атмосфера становится очень разряженной, где атомы постепенно исчезают в космическом пространстве. Атмосферные газы Измерения общего содержания озона стали возможными благодаря оптическим спектрометрам в ультрафиолетовой и видимой частях спектра. СО2, метан, водяной пар также можно измерять с помощью соответствующих датчиков. Облака и дождь С помощью датчиков дистанционного зондирования мы можем улучшить наблюдения, которые позволяют нам видеть сквозь облака, измеряя количество водяного пара, различные степени интенсивности дождя и присутствие льда. Все это важные данные для прогноза погоды. Аэрозоли Для изучения климатического воздействия облаков, аэрозолей и мелких частиц, взвешенных в атмосфере, мы используем лидары для определения их вертикального распределения. Это помогает нам лучше понять динамику и энергетику атмосферы Земли, позволяя улучшить как кратковременный прогноз погоды, так и долгосрочные предсказания изменений климата. Температура и водяной пар точно так же, как лучи Солнца достигают наших глаз еще до восхода или после захода Солнца, так и радиоволны искривляются при распространении через атмосферу. Таким образом, радиосигналы, испускаемые глобальными навигационными спутниковыми системами, постоянно обеспечивают нас так называемыми попутными сигналами, которые могут быть использованы для вывода информации о температуре воздуха и профилях водяного пара. Нижняя атмосфера Используя СОДР, который является специальным датчиком, излучающим звуковые волны вместо электромагнитных, мы можем измерить термодинамическую структуру нижнего слоя атмосферы и скорости ветра на различных высотах над Землей. В качестве ученика-синоптика вы должны будете регулярно смотреть на облака, чтобы научиться их классифицировать и делать выводы о том, что они нам говорят. По внешнему виду можно выделить три основных типа облаков. Цирусы, которые являются синонимом перистых облаков. Стратусы, что в переводе с латыни означает «слоистые облака». Кумулисы, что означает «кучевые облака». Облака также могут быть классифицированы в соответствии с их высотой над поверхностью Земли, что приводит к множеству различных комбинаций в их названиях. Теперь вы готовы начать карьеру синоптика! Удачи!